Двухкилометровая дорожная переправа длиной более 300 метров. Новый двухполосный мост строят параллельно существующему, возведенному 30 лет назад. Сейчас идут работы по сборке пролетных строений, устройству опор и бурению своей фундамента. Производится укладка асфальтобетонного покрытия со стороны поселка Волжский. Предполагается, что после сдачи нового моста старый закроют на ремонт. А по завершению всех работ по реконструкции мостовых переходов по одному из мостов машины будут двигаться в сторону города, а по другому в противоположном направлении. Таким образом, переправа решит проблему пробок на выезде с Красноглинского шоссе. Общий вес пролетного металлического строения – 1600 тонн. Новый мост станет точной копией предыдущего, но в отличие от брата-близнеца с более современной прочной опорой, высота которой достигнет 18-20 метров. После того, как завершатся основные работы по установке, металлоконструкцию покроют дорожной одеждой. Двумя слоями асфальтобетона и произведут гидроизоляцию. Существующий мост у нас металлический тоже, то есть соблюдение архитектурных тенденций. То есть, получается, по пролетам у нас новый мост, он копирует старый мост. То есть, получается, чтобы и в одном плановом положении было удобно проезжать, и эстетические виды. На выполнение проекта из федерального бюджета направили порядка 2 миллиардов рублей. В настоящее время освоено 700 миллионов, и 500 выделено дополнительно. Это позволяет завершить работу по реконструкции объекта досрочно, уже в этом году. Дополнительное финансирование, которое я сейчас выделил, позволило нам приступить, допустим, к реконструкции существующего моста и выполнять работу уже следующего года. То есть, мы на себя взяли повышенное обязательство в следующем году открыть движение по новому мосту. Новый мостовой переход через реку Сок возводит по тому же принципу, что и Фрунзенский. Из пяти опор весом 40 тонн сегодня установлены 4. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова